Всех приветствую, это Рынки Утро. Меня зовут Константин Бочкарев. Прямо сейчас будем обсуждать ключевые события сегодняшнего дня для инвестора. Сделаем это вместе с вами. Пишите комментарии, присылайте вопросы. Мы рады вас слышать и читать. И одна из важных историй. Начало недели – это рынок нефти. Так падает не только российский рынок акций. Котировки Brent впервые за две недели опустились ниже отметки 77 долларов за баррель. Причина – низкая экономическая активность в Китае и ожидание успешных мирных переговоров на Ближнем Востоке. Итак, со мной в студии Богдана Прихода. И я хочу также представить гостя и участника нашей сегодняшней дискуссии. Это Александр Угрюмов, начальник отдела финансовых рынков «Китфинанс». Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Итак, у нас есть главная тема, такой лейтмотив – это снижение индекса Мосбиржи ниже отметки 2800 пунктов. Мы обновили практически на ровном месте минимумы года. Но по традиции мы начнем с календаря событий, потому что сегодня есть интересная отчетность. Кто-то даже уже отчитался. Да, вот Европлан, последние данные. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие составила 8 миллиардов 800 миллионов рублей против 7 миллиардов рублей годом ранее, то есть плюс 25%. Также ждем отчет по МСФО от АКС Холдинга. В первом квартале, напомню, чистая прибыль компании выросла почти на 40%. Общая выручка группы выросла на 66% к предыдущему году. Также Новороссийский комбинат хлебопродуктов проведет совет директоров по вопросу дивидендов за первое полугодие. И торги акциями на ВАБЕВ Групп приостанавливаются на Мосбирже. Возобновление ждем 22 августа. Причина приостановки торгов это размещение дополнительного выпуска акций компаний. Это что касается нашего рынка сегодня. Так, давайте начнем тогда с отчетности. Европлан уже представил цифры. Богдан, напомнишь детали? Чистая прибыль, напомню, 8,8 миллиардов 800 миллионов и годом ранее 7 миллиардов рублей. Александр, беглый взгляд уже, наверное, частично с отчетностью ознакомились. Хорошо это или плохо? И зачем вообще нужно следить в случае с Европланом? Только ли за чистой прибылью? Спасибо, Константин, за вопрос. В случае с Европланом мы имеем сейчас данные только по чистой прибыли. Но надо будет посмотреть расшифровку по доходам. Как росли доходы процентные и как росли непроцентные расходы. Так как у Европлана около 40% это непроцентные доходы, которые связаны с сервисными услугами, с страховкой, с обслуживанием. Это положительный момент, связанный с бизнесом Европлана, что они в какой-то степени не то, что защищены от высокой процентной ставки, но и дают диверсификацию в плане дохода. Согласен, да. Поэтому будет важно посмотреть, как рос этот сегмент и как росли процентные доходы. Напомню, что в первом квартале процентные доходы выросли год-года почти на 40%. В то время как сервисный бизнес вырос, правда, на 17%, но он может быть более устойчивым в данной рыночной конъюнктуре. Я смотрю вообще на Европлана позитивно. Для меня это история роста, нежели дивидендная история в данный момент, потому что дивидендная доходность там порядка 8%, что ниже средней дивидендной доходности на нашем рынке. В наших портфелях мы, как идея лонг, с таргетом 1200 у нас по нему. Так, у меня же есть какой-то вопрос еще. Вот финансовые расходы. Какие они будут в Европлане, если ставка будет условно 20% или 18% будет надолго? И финансовые доходы, насколько вообще лизинговым компаниям удается приложить на конечного потребителя? Ну, надо отметить, что у Европлана это диверсифицированные портфели, то есть у них нет перекоса только лишь в легковые авто, то есть это есть и средние грузовые авто, поэтому у них есть возможность перекладывать данную ставку. Тут, наверное, вопрос будет зависеть в макроэкономической активности бизнеса, то есть как будут перевозки совершаться, как будет пользоваться каршерингом и услуги такси. И, исходя из этого, будет, соответственно, возможность перекладывать или не перекладывать. Так, акции сильно просели, почему? Ну, во-первых, они торгуют все-таки на уровне плюс-минус IPO, что для компаний, которые выходили в последнее время, и для индекса IPO достаточно сильно они держатся. Ну, и, в принципе, если рынок упал с момента IPO Европлана практически на 20%, а они упали гораздо меньше, то я бы не сказал, что они сильно упали. Согласен. Сейчас они вам кажутся дешевыми? Я считаю, что они привлекательные, но с горизонтом как минимум год. То есть я вообще не ожидаю, что рынок в ближайшие полгода дорастет хотя бы до 300. А вот Тим спрашивает, что думаете про Европлан в долгую? Как раз именно в долгосрочную. Я считаю, что это хорошая история, которая растет, которая платит дивиденды, она платит дивиденды стабильно. И на истории можно посмотреть, что ROI не однократно, а на протяжении многих лет был более 30%, что для финансовой компании это очень хорошо. И пока что в первом квартале, ну вот посмотри будет, что за второй квартал, они успешно перекладывали финансовые расходы на своих клиентов. 20-я ставка, вот инвестиционный кейс ваш разрушит или нет? Я думаю, нет. Потому что вопрос же не только, что 20-я ставка, вопрос, сколько мы будем с ней жить. То есть по времени. Хотя в ближайшие полгода или 9 месяцев. Если будет такой стрессовый сценарий, то да, в моменте это может повлиять. Но опять же, надо будет смотреть второй, третий и четвертый квартал этого года, и потом уже можно будет делать вывод. Потому что все-таки будет зависеть еще от макроэкономической активности, в принципе, бизнеса нашего. По Европлану еще один, позвольте, вопрос уже. Как насчет риска банкротства, вот спрашивает Игорь, клиентов Европлана не слишком недорого стоят акции? Насчет оценки акций мы еще раз уже сказали, что оценка недорогая, риски банкротства вообще, мне кажется, там приближаются к нулю, так как у них нет сильной долговой нагрузки, у них сильный акционер, и бизнес достаточно рентабельный и развивающийся. Так, еще один сектор, который зависит от высокой процентной ставки. Правда, возможно, в этом экономическом цикле даже бенефициары, это банковские. Сегодня ждем ТКС, должен отчитаться за второй квартал. В пятницу может быть, по-моему, Банк Санкт-Петербург, на следующей неделе МТС банк, мы ждем отчетности, плюс на этой неделе еще регулятор приставит данные за июль по динамике банкского сектора по кредитованию. Здесь тоже вот высокая ставка, она не на что не влияет, или все-таки охлаждение будет, потому что Совкомбанк, по-моему, уже прогнозы по прибыли корректировал еще до отчетности. Ну, что касается Совкомбанка, надо не забывать, что у них очень много всегда разовой прибыли, плюс у них сейчас идет консолидация хоум-кредит банка, потому что там постоянно меняется оценка, постоянно что-то меняется, да, на них это повлияло. Тут надо смотреть на то, какой бизнес у банка. Допустим, у Тинькова они работают в основном с розничными клиентами, соответственно, там надо смотреть, как они успешно перекладывают повышение ставки в кредиты и как у них работает процентная маржа. То есть, если у банков очень много фиксированных выданных кредитов и они привлекают депозит, по сути, по фиксам, тогда у них в такие моменты может сжиматься процентная маржа, и это действовать может на них негативно. Тут вопрос, как у них также работают с поселами. Что касается ТКС, то у них была отчетность по РСБУ, то есть они таргетировали по РСБУ, у них, по-моему, за первый полугодие около 50% рост чистой прибыли, поэтому, наверное, они будут развиваться, и мне кажется, у ТКС будет хорошая отчетность. Единственное, из-за того, что рынок находится в целом под давлением, я не жду, что у ТКС там будет в России против рынка, скорее это будет где-то на этих уровнях консолидироваться и будет накопленный эффект, то есть несколько кварталов хорошая отчетность, потом люди поймут, что банк стоит дешево. Что касается МТС банка, там тоже надо отмечать, что у них помимо процентных доходов есть комиссионный, очень большой пол доходов, который растет двузначными темпами, и поэтому у них тоже может быть хорошая отчетность, потому что за первый квартал у них достаточно был хороший рост. Так, Александр, если вот и банковский сектор, и отдельные лизинговые компании устойчивы, в том числе, к высокой ставке, что происходит с российским рынком тогда? Почему мы ниже отметки 2800 пунктов? Я не знаю, на нефти, может быть, мы пробили. На чем? Кто продает? Есть ли стоп-лоссы ниже вот этого для кого-то психологического рубежа? При том, что рынок ОФЗ вчера был стабилен, но российский рынок акций падает. Из-за чего? Давайте по порядку. Первое, не для всех ставка одинаково полезна. Мы говорим про Европлан как лидеры отрасли. Для маленьких и средних лизинговых компаний там не все так будет замечательно, у них будет сокращение маржи. Что касается банковского сектора, мы говорим про ТКС и МТС-банк, так как это такие растущие банки, которые используют всякие финтехи, поэтому это немножечко стенд-элоун, потому что для классических банков это может быть не самый, ну, будет переноситься давление процентной ставки. Что касается нашего рынка теперь, у нас было совпадение нескольких факторов в мае, давайте перечисляйте их. Первое, это сразу совпало, это повышение корпоративных налогов, это отказ от выплаты дивидендов Газпромом, причем это было спусковым крючком. Дальше, в конце, ну, в середине мая все переосмыслили то, что реально ставка будет выше и не будет снижения, и это начало закладываться через ставки денежного рынка, сразу резко выросли Росфар и Росфикс. Дальше у нас санкции на ММВБ, помните, укрепление такое... Стабильный рубль тоже... Да, потому что у нас все-таки индекс экспортерный, и последний фактор, который был, это, соответственно, то, что после санкции на ММВБ дружественные нерезиденты начали продавать. Когда начали продавать недружественные резиденты, так как у них был срок до 11 августа, они продавали в рынок, соответственно, у тех, у кого были маржинальные позиции, они, на мой взгляд, и так, из общения с клиентами, именно тогда, где-то в диапазоне от 300 до 2900, они там были похоронены. То есть сейчас мы даже видим по своим клиентам, что маржинальных позиций не очень много. И вообще маржинальные позиции сейчас очень дорогие, 24-25% это очень сложно. Это аргумент в поддержку рынка, что дальше он замедлит снижение. Что касается... Где дно? Что касается где дно? На самом деле, нас сейчас давит на рынок, это в первую очередь не такая высокая нефть, как ожидалось, потому что вот по прогнозам AI, которые были в июне, они ожидали, что к концу года средняя цена нефти будет 87 долларов за баррель по сорту Brent. Плюс у нас дисконт снижался по EURALS, но там надо смотреть тоже, опять же, дисконт снижается, но какой объем именно, сколько продаем. И на нас сейчас влияет фактор, я думаю, Курской области, потому что то, что там... Риски в регионе. Где тогда российский рынок акции остановится? Где может быть дно, где он будет действительно дешевым? Я думаю, что 2,700, 2,800 это те уровни, на которых уже рынок, наверное, будет как-то стабилизироваться. И сильных обвалов таких ответственных уже, скорее всего, не будет, если не будет какого-то геополитического события, ну, там, мобилизации или что-то вот такого страшного. Хорошо, у нас есть еще несколько точек зрения, собственно, куда направляется российский рынок акций, где дно. Я полагаю, что медвежий фаза фондового рынка сохранится на протяжении еще нескольких недель, а возможно и месяцев. С технической точки зрения значительные покупки можно ожидать, когда рынок скорректируется на 30% от годового максимума, и при этом на 20% рынок уже скорректировался. То есть в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи мы, возможно, увидим сильные покупки. В некоторой степени сложилась уникальная для нашей экономики ситуация, когда наблюдается высокая инфляция и выросли инфляционные ожидания. Но при этом курс национальной валюты стабильный, и ничто не указывает на то, что рубль будет слабеть. Если мы увидим определенное замедление в темпах кредитования и инфляции, можно, в принципе, говорить о том, что текущие уровни по рынку могут оставаться достаточно недолгое время, и мы можем увидеть отскок на фондовом рынке. Какие факторы действуют на рынок? Речь в первую очередь про жесткие денежно-кредитные условия, обострение ситуации в геополитике. Наверное, эти факторы на текущий момент преобладающие. Александр, а какие акции еще дешевы? А какие еще дороги? Давайте начнем по порядку, которые дешевы, а потом перейдем к которые дороги. Как я сказал, это Европлан. Дальше я очень хорошо смотрю на такую компанию, как мать и дитя, потому что это компания, которая сочетает в себе и хорошие темпы роста двузначные, и они выплачивают хорошие дивиденды. Более того, они в этом году сделали редименциляцию, выплатили повышенный дивиденд, то есть они как бы с акционерами обходятся очень хорошо, и взятые на себя обязательства, или то, что таргетируют, выполняют. Дальше, как я говорил, это МТС-банк, но опять же на горизонте года. Яндекс, ТКС, я еще, наверное, бы смотрел после такого сильного падения на акции ФК-системы. Несмотря на высокую долговую нагрузку, они достаточно сильно снизились. И также, наверное, от текущих уровней можно приглядеться к Озону. Так, для тех, кто не знает, лонгшор стратегии использует, или просто на падающем рынке кого не купить дорогого, кто все еще переоценен, на ваш взгляд? На мой взгляд, есть несколько бумаг, которые можно присмотреть в шорт. Единственное, я бы сделал дисклеймер. Первый, не является инвестиционной индивидуальной рекомендацией. И второй, проверяйте, пожалуйста, не все бумаги доступны в шорт у вашего брокера. То есть, прежде чем это делать. Первая бумага, которую я бы присматривал в шорт, это бумаги Мосбиржи. Почему? Это же бенефициар высоких процентных ставок. И последний год это лучшая история на фоне ужесточения физической политики. Смотрите, да, это очень большой тейк. Всегда говорится о том, что Мосбиржа бенефициар высоких ставок, которые она получает на свободные остатки. Но вот мы видим, что у наших клиентов этих свободных остатков становится все меньше. И нужно смотреть, в реальности не уменьшаются ли эти свободные остатки. Потому что сейчас наши розничные инвесторы стараются максимально эффективно использовать свои деньги. И если они не видят, куда инвестируют, то купить просто фонд ликвидности. Соответственно, эти денежные остатки могут снижаться. И вот этот эффект, он может нивелироваться. Поэтому, наверное, Мосбиржа и с технической точки зрения она смотрится кандидатом в шорт. Также бы я отметил, в чем еще момент. Если посмотреть статистический спред от Мосбиржи Сбербанк, то сейчас Мосбиржа очень сильно выросла относительно Сбербанка и снижается, ну, то есть как два таких бенефициара. И у нас где-то в районе 212 проходит 200-дневная скользящая средняя, при пробое которой, в принципе, можно попробовать какое-то резкое движение. Давайте подойдем, еще, может быть, ставка будет 20. Хорошо, давайте такой позитивный момент заострим на нем внимание. Цены на нефть все-таки пока еще на комфортном уровне. Но в целом мировые рынки акций, я смотрю, себя отлично чувствуют. В преддверии, опять же, симпозиума встречи глав мировых центральных банков Джексон Холл в конце недели стартует. По-моему, в пятницу выступает как раз Джером Пауэлл, чуть было искал Бен Бернанке. И вот последние две недели мировые рынки акций снова растут, как будто вот этой летней распродажи и не было. Может быть, для нас это будет, кстати, фактор поддержки. Что у нас на товарном, кстати, рынке происходит? Это единственное слабое звено, похоже, утром. Так, ну, бренд у нас сейчас уже чуть больше 78 долларов. Тем не менее, рост, ой, господи, наоборот, не рост, а теряет больше полутора процентов, простите. Также, если мы посмотрим, фьючерсы на природный газ, они растут уже на полпроцента. Хранилище газа в Европе, напомню, запомнило почти на 90 процентов. И раньше срока, как было в 2023 году, но это значит, что высокие запасы гарантируют безболезненное прохождение зимы в Европе, даже без, там, возможно, проблем с транзитом газа, но не застрахуют цены от роста, считают эксперты. К слову, Газпром и азербайджанская несная компания Сокар договорились о расширении стратегического партнерства сегодня. Фьючерсы на уголь у нас растут плюс 1,8 процента. Вот цена на золото, если посмотреть в данную секунду, уходит, да, все-таки в красную зону, хоть и немножко, где-то минус 1,10, но сегодня Блумберг написал, что золотые слитки впервые стоят миллион долларов. Рекорд был побит в пятницу, когда спотовая цена драк металла превысила 2500 долларов за тройскую унцию. Это исторический максимум. И в целом рынок ждет, что по итогам трех вот остальных. Плюс у нас сегодня данные по инфляции в еврозоне, а по-моему, чуть ли не на следующей неделе, заседание ЕЦБ, или там в сентябре как раз ожидание снижения ставки, от ФРС тоже в сентябре ждут снижения ставки. Вот мы видим, что на сентимент на зарубежных рынках улучшился, но нас это пока не поддерживает. Как-то нам передастся это через цены на нефть? В случае ДКП в мире? Я думаю, что в ближайший месяц-два пока нет. Это тоже будет отложенный эффект. Пока у нас именно геополитика и высокая ставка, потому что зачем рисковать, когда ты можешь либо на депозите получить 18-19%, либо в корпоративных облигациях с рейтингом до АА- на 5 лет, там тоже доходность 19-20%, плюс эти уже у нас корпораты начали немножечко отрастать после заседания нашего Центробанка 26 июля. А может быть, вот мы говорим про акции, у нас, кстати, минута заключительная. Может быть, облигации-то интереснее, если ставка 18-20. Как много еще долговой рынок российский может отъесть у акций, что называется, еще у индекса Мосбиржи, сколько-то пунктов, потому что интереснее получается флоутор, фондовый рынок, все прекрасно здесь для инвесторов. Если кратко, я думаю, что да, будет переток. По прогнозам, в этом году может быть размещено корпоративных бумаг на 5 миллиардов, из них инвесторы могут вложить частные именно 500 миллиардов. Это существенный отток. И если мы видим по данным Мосбиржи, по чистым притокам, то идет либо облигация, либо очень большой сейчас фонд денежного рынка. И пока акции, наверное, в ближайший квартал точно не будут фаворитами. Спасибо вам за экспертизу. Тогда ждем открытия торгов. Как откроемся? Я думаю, что будет около нулевая динамика. Спасибо. Это был Александр Угрюмов, начальник отдела анализа финансовых рынков Китфинанс. Со мной была Богдана Прихода. Далее смотрите новости. И ждем открытия торгов на Московской бирже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова